Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Всем привет! Меня зовут Павел, моя фамилия Воля. Ты смотришь ТНТ, и это шоу, в котором всё происходит спонтанно. Импровизация. Встречайте наших актёров! Арсений Попов! Дмитрий Позов! Сергей Материенко! Привет! Привет! Привет вам тоже! И Антон Шастун! Привет! Привет-привет-привет всем! Привет-привет! Это импровизация, мы здесь в полном составе, а это означает, что великолепный вечер тебе обеспечен! Привет! Привет! Вы смотрите шоу, в котором господа актёры будут разыгрывать импровизации на темы, которые я придумал заранее. Они этих тем не знают. Поэтому всё, что произойдёт на этой сцене, будет только здесь и сейчас. Повторов не будет, заготовленных шуток не будет, ни одной буковки, приготовленной заранее, вы не увидите и не услышите. Потому что мы честные, мы называемся импровизация, импровизация и будет... Добрый вечер! Слушайте, у меня предложение. Я всё время что-то вас спрашиваю, как у вас дела, как там семьи, жёны и прочее. Можете позадавать вопросы мне, чтобы это прям была импровизация, импровизация? Вот давай, вот ты ездишь на гастроли. Самый крутой город, в котором ты был? Воронеж. Е-е-е! А если ты ездишь по Западной Сибири? После Пензы, после Пензы, конечно, после Пензы, конечно. Сейчас Воронеж и Пензы. Твоя любимая, твоя же песня? Я не люблю. Давай совместку запишем. Совместку? Выходи на сцену, раз ты такой, выходи, давай! Давай, давай, давай! О чём наша будет песня? Будет песня «Как тяжело жить худым», давай? Да, 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 да. Давай, с тебя рэп, с меня припев. А почему не наоборот? Потому что будет плохой припев. Так хотя бы будет плохой рэп и хороший припев. Давай, поехали. Хорошо, поехали. Давай. Очень плохо жить худым людям. Нам постоянно уступают место. Даже в маршрутке, даже Люда не хочет нам давать своё тесто. Мы постоянно ходим пешком. Машины нам не продают. Потому что мы вообще идиоты, и рифма не получилась. Здесь припев! Ай, дайте поесть, дайте поесть. Дайте поесть, дайте поесть, дайте поесть. Дайте поесть. Хорошо. Антон Частун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов. Импровизация. Поехали! Сцены из шляпы. Из вот этой самой шляпы. Здесь всякие разные подготовленные задания для ребят, которые они не знают, а знают только я. Я буду читать, а вы будете шутить. Поехали! Сцены из шляпы. Неожиданный способ бросить курить. Слушай, а давай лучше ещё раз. Нет, нет, подождите. Куда бы, никакого звонка не было. Соситесь. Ладно, ладно, уходите. Слушайте, следующее, давайте. О чём не стоит думать перед сексом. Блин, не знаю, может цену в час поднять, чё-то я как-то не пойми. Давайте, знаете как, немного модифицируем. Необычные фразы во время секса. Ну, теперь ты понял, что это моё парковочное место. Блин, может сейчас сцену поднять, или уже поздно как бы всё стартовало. А теперь давайте странные фразы сразу после секса. Слушайте, вы знаете, а я подорожала, пока мы тут... Завтра опять тут припаркуюсь. Класс! Необычная команда при дрезеровке собак. Закуривай! Трезор! Сей пшено! Дружок! Взять на себя вину! То, что осталось за кадром на шоу «Танцы». Лясь, Лясь, я тут супчик, супчик сделал. Лясь, ты! Не отдай! Не отдай! Для всех телезрителей, кто не знает, Ляся – это Лейсан. Лясь, Лясь, а где дома соль? Мигель, Мигель, Лясь, позови, пошёл. Паш, пошёл, я передачу веду. А я веду эту передачу. Стоп, машина, хватит! Все гости, которые приходят на нашу программу, в один голос говорят, что они чувствуют здесь себя, как дома. Надеюсь, что эта история повторится и сегодня. У нас в гостях – глюкоза! Глюкоза! Привет! Наташа, привет! Привет! Это всё твоё, это всё тебе! Пожалуйста. Как дела? Очень хорошо дела. Всё хорошо, выглядишь шикардяо. Спасибо большое. Видишь, я сегодня под тебя собирала одежду, чтобы тебе соответствовать. Да. Наташа, это ребята. Их зовут Арсений, их зовут Дима, Серёжа и Длинный Дрищ. Очень приятно познакомиться, ребята. Это Наташа, друзья. Можете поаплодировать Наталью. Наталья переживает и волнуетесь, надо её поддержать. Импровизация, с которой мы движемся, называется «Суфлёр». В этой импровизации примут участие, внимание, Дима Позов и Арсений Попов. Я? Да, да. О, Попочь. Представляете? Я не задам ребятам ситуацию, они начнут импровизировать. В какой-то момент им не будет хватать фантазии, мозгов или слов. И они будут делать вот такой вот жест. Вот такой жест. В этот момент им должна вбрасывать слова оттуда. Их задача выкручиваться, как они хотят. Ты суфлёр, ты командуешь имя сегодня. Ну что, друзья, ситуация. Внимание. Девушка... Это Арсений. Да-да, девушка Арсений, Димка Мушина. Девушка пятый раз пытается сдать на права вождение. Ты инструктор, ты дама. Это суфлёр, это глюкоза, это аплодисменты. Поехали. Так, короче, я сегодня... Пришла. Пришла. И мне кажется, этого уже довольно, чтобы я сдала на права. Пятый юбилейный приход. Давайте, как всегда, начнём с... Ну, вы сами ничего не знаете. Я сейчас что-то... Я просто хочу... Пятый раз... Теория. С теорией. С теорией. Итак, представьте, вы на перекрёстке. Едет гужевая повозка. Вы должны... Остановиться. Остановиться. Как вы будете это делать? Во-первых, я... Остановлюсь. Остановлюсь. Как вы будете это делать? Я повторяю. Да ты узнай, зачем я остановлюсь. Чтобы загуглить, что такое гужевая повозка. О! Гужевая повозка. Это? Лошадь. Лошадь. О, чё я перед этой кобылой буду останавливаться? Пошла! Вот так вот. Короче, всё. Давайте, открывайте дверь. Открывайте у нас леворульная. Давайте. Перед тем, как открыть дверь, я бы хотела... Познакомиться. Познакомиться. Мы пятый раз с вами видимся. Как всегда, Олег по прозвищу... Болт. Болт. Олег Болт. Очень приятно. А меня сегодня зовут... Марья. Марья. Это моё счастливое имя. Первым делом нужно пристегнуться, а вторым... Познакомиться. Познакомиться. Олег Болт. Это... Это чё, это машина времени? Я просто подумал, вдруг вы уже не Марья, поэтому... Лучше знать. Ну давайте, я... Катя. Катя. Видите? Пожалуйста, просто заводите машину. А можно я вот... Коробочку. Коробочку поставлю в режим мануал. Не удивляйтесь, я знаю это слово. Хорошо. Теперь в режим авто. Заводите машину, поедем. А вас это не заводит? Вот поймите меня правильно. Вы меня очень заводите. Ну просто... Вам же сдавать это всё потом в полиции. Да прекратите. Сядьте ровно. Всё, едем. Послушайте, я кое-что забыла. Я оставила в автошколе... Деньги. Деньги. Ну я же так не сдам. А зачем вы выбежали? Вообще-то в машине можно... Всё. Всё. В том числе и развернуться, чтобы съездить за вашими деньгами. Залазите. Олег, я вам сейчас кое-что объясню. И покажу. Прекрасная пантомима. Да. Да. Такая панка. Всё. Я заканчиваю с вами все курсы. Вы уволены. Я... Вы знаете, вы меня сейчас как девушку оскорбили. Я думал, что вы... Болт. Болт. А вы шуруп. И вот сейчас я возьму... АПЛОДИСМЕНТЫ Мужу. Вашему. Всё, стоп. Давайте остановим это. Мужа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это просто нереально. АПЛОДИСМЕНТЫ И очень, кстати, сложно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Самый сложный жанр. Ребят, я как могла, пыталась... Это было потрясающе. ...путь что-то. Мозги кипели. Что с этой, что с той стороны. Спасибо. Класс. Это было здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ ДЕТЕКТИВ. Так называется наша следующая импровизация. Напоминаю, что ты смотришь ТНТ. Меня зовут Павел Воля. Рядом со мной очаровательная глюкоза. Ей и аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наташ, сейчас ты наденешь вот эти вот самые наушники, чтобы не слышать. А я господам актерам расскажу, какое преступление произошло, где оно произошло, и кто это преступление совершил. Ты не будешь этого ничего слышать и, соответственно, знать. После этого выйдешь на центр сцены и к тебе, как к начальнику полицейского участка, будут приходить твои коллеги, которые будут какими-то обрывками тебе подсказывать, что именно произошло, где и кто это совершил. Можешь надевать наушники. Ребята, пойдемте. Все, не слышишь нас, Наташ, да? Не слышно? Итак, внимание. На чемпионате Рязани по бальным танцам негостеприимный кавказец потерял ядерный чемоданчик. Я чувствую, это будет очень сложно и будет очень уморительно и долго. Готовы? Да. Молодцы. Да. Итак, вот твои коллеги. Да, можешь стоять здесь. Вот твои коллеги. И первое, что нужно отгадывать, это где произошло преступление. Поехали, друзья! Детектив! Шеф, шеф, смотрите, что я нашел. Дисковый телефон. Отлично. Только здесь такой сохранился. Шеф, 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 там из улик два ящика лака для волос. Салон красоты? Нет. Давайте насыпайся, ребятки. Шеф, без обид, но я этих зализанных не буду допрашивать. Это вообще не по мне. Танцы? Где-то на танцах со звездами? Очень близко, очень близко, классно. Я нашел второй дисковый телефон. Так, больше всего меня пока путает дисковый телефон. Да, соответственно, это наталкивает тебя на место. Где происходит этот чемпионат по танцам? Ну, где-то в далеком прошлом. Можно и так сказать. В провинции? В провинции, да. Надо назвать город? Да, надо определить. Шеф, шеф, ого, блин, я монастык. На яме, что за... Ай, почему мы тут живем? Я в Москву. У нас таких городов... Все. У нас такие города все. Шеф. Да, говори хоть что-нибудь. Блин, я пошел к вам. Что же вы тупые-то какие, а? А, шеф, ехать полтора часа от Москвы, клянусь, полтора... Рязань. Что это, что это? Ну, так нечестно. И что это? Ты ездил от Москвы до Рязани? Может быть, ты ездил от Москвы до Рязани? Наташ, итак, где произошло преступление? В Рязани. На? На танцах, значит, в чемпионату, по чемпионату по танцам. Чемпионат по бальным танцам в Рязани. Закрепили. Отгадываем теперь, что произошло. Что произошло? Шеф, я не знаю, чем могу вам помочь. Просто надень противогаз. Взрыв? Нет. Газ? Нет. Шеф, в чем мы паримся? Действительно. Может быть, просто все содержимое куда-нибудь в мешок переложим, будет мешок такой. Или авоська, или сумка. Короче, что-то нашли, конфисковали. Нет. Шеф, а это не он? Кого-то усыпили. Убили. Давайте я пойду к вам, блин. Вспоминай все, что было. Блин, да он должен быть здесь. Просто на дипломат. Похожая хрень. Как обыкновенный дипломат, только не дипломат. Да что же это такое, а? Вообще, это просто устройство. Его так просто называют. Слушай внимательно. Давайте просто в любой чемодан прилепим какую-нибудь кнопочку и скажем, это он. Взрывное устройство какое-то. Ничего себе, просто какое-то взрывное устройство. Блин, лишь бы жопой на него никто не сел. Бедные американцы. А, бедные американцы. Лишь бы кто-то случайно не сел. Ну вот этот чемоданчик, у которого я, эта, кнопка. Как он называется? Блин, я не знаю, как он называется. Ядерный чемоданчик. Да, 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 да. Он с тобой заодно. А при чем здесь мешок с чем-то? Он сказал, давайте переложим туда и будет просто мешок с этим. Вот и все. А, был бы ядерный мешок. Осталось выяснить, кто потерял ядерный чемоданчик на чемпионате Рязани по бальным танцам. Ух, сейчас будет тяжело. То есть это было, думаешь, легко сейчас? Просто я знаю, что тут написано. Шеф, шеф, но это точно не он. Чачу будете? Грузин? Нет, нет, нет. Армянин? Все вместе. Это политик? Нет. Я обдумываю ваше предположение, шеф. Короче, я пошел к вам. Сейчас разберемся. Сейчас соберусь, ребят. Сейчас соберусь. Нормально, хорошо, идем. Просто соберитесь, шеф. Соберитесь. Пожалуйста. В кучу. Опросили очевидцев. Говорят, перед тем, как это совершить, он из дома всех выгнал прям. Блин. Прямо так вот вышел и сказал, я вас никого не звал, не жду, ждать не буду и никого вас хотеть видеть не буду. Сам все схаваю. Саакашвили? Смотри, шеф, мы собрали на него данные, он вообще необычный. У него завышенная приора, нет черной шапки, нет четок, он не умеет танцевать лесгинку, и самое главное, не умеет жарить шашлык. Русский? Можно и так сказать. Пришли данные по внешности, шеф. Блин, вы конкретно какого-то человека описываете. Огромный нос у него, невероятный акцент. Непонятно, грузинский, армянский, непонятно. Возможно. Нашли его сосед... Можно мне сдаться, я не знаю, я готова заплатить за этот конкурс, только дайте мне слово. Мы нашли у него транспарант, добро пожаловать в Армавир, и все зачеркнуто. Спасибо, прям помог. Агитатор. Прям помог. Армавир нет, не туда, не там. Смотри, прописка прям написана, смотри, прям прописка написана, Красная Поляна, это же Северный Кавказ, по-моему, да? Красная Поляна, это Северный Кавказ. Ну да. Вот прям прописка так написана. Это кто-то из Сочи? Этот, Голустян, что ли? Ну, образно говоря, да. Но посмотри, прям... Квенщик. Прям прописка у него, Северный Кавказ. Прямо на Кавказе прям прописка. Кавказец. Я только что от него, он меня не пустил в дом даже. Кавказец не пустил тебя. Кавказец не пустил в дом, с шампуром прогонял меня оттуда. Да у него родители евреи просто. Иммигрант? Я не знаю. Удю не везает. Предатель родины, я не знаю. Самое главное, что все его друзья говорят, мы гостей всегда принимали, всегда принимали. А он ни разу не принимал гостей. Ты представляешь, ни разу не принимал гостей. Капец. Анекдот про него ходит. Ну давай. Как-то раз в Анапе он вышел в ресторане и сказал, жители Анапы и не гости города, не гости города, не гости... Заклинило микрофон на этом моменте. Не гости города. Это какой-то мэр? Нет, мэр вышел потом и сказал, что вы ко мне в приемную пойдемте. Я вас приму в приемной. Я не знаю. Раз вы ему не гости, я вас приму. Раз вы не гости, я вас приму. Я просто соседка сейчас пришла, говорит, однажды к нему приехала проститутка. Хозяин. Проститутка приехала, он говорит, я гостей не принимаю. Вот так он ей сказал. Сейчас, вы мне что-то хотите подсказать. Я уже понимаю. Вы уже... Ребятки. Вы классные. Вы очень стараетесь. Я торможу. Вы мне хотите, что он не гостеприимный. Да! 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 Это было сложно, это было круто. Давай все вместе. Где произошло? Рязани. На конкурсе? По бальным танцам. Что случилось? Я уже забыла, что случилось. Потеряли мешок с кнопками. Потеряли ядерный чемоданчик. Кто именно? Негостеприимный. Негостеприимный кто? 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 А мы не отказали. Давайте отгадывать. Красная поляна, прописка у него. Кавказе! Кавказе, смотри, Кавказе одной буквы не хватает. Кавказе? А, есть! Очень хорошо. У-у-у! В гостях по импровизации глюкоза, друзья. Аплодисменты нашей гости. Наташа, дальше будем мучить ребят импровизацией, которая называется опции. Правила очень простые. Я им даю тему, они начинают делать на эту тему импровизационную миниатюру, а мы им любые опции туда вклиниваем, которые я буду выуживать из себя с помощью вопросов, останавливая ребят вот таким звуком. Когда мы решаем, как поменять, и они продолжают дальше. В этой миниатюре участвуют Антон Шастун и Дмитрий Позов. Пацаны, вам достается ситуация. Первое дело двух грабителей-новичков, где они пытаются ограбить банк. Поехали, опции! Самое главное, это сходу подобрать код от сейфа. Это самое... Ну никогда так сходу прям, не получалось же, ну... Да мы фартовые, я тебе отвечаю. Давай. Ничего не понимаю. Какой у тебя жанр кино любимый? Ну, комедия и триллеры. О, давай триллер. Давай. Продолжайте как триллер. Тихо! Что ты слышишь? Кто-то идет в сейфе. Это может быть ведь кто угодно, да? Это вообще непонятно. А! А, ты не меня? Я тебя. Ты че? Ты че? Я все заберу себе. Стоп. Вернулись туда. В реальность. Сейфом не вышло. Давай его просто выбьем. У меня есть большая кувалда, например. Давай они голубые. Ой, давай. А давайте вы голубые, а? Твоя большая кувалда, пожалуйста. Не напоминай, прошу тебя. Прыгай в сумку ко мне. Ай. Ай. Я разгонюсь. Может, пока я буду бежать. Поменяется что-нибудь. Нет, не поменяется. Беги. Я даю отползу. Беги медленно. Беги. Медленней, медленней. 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 Почти на месте. Молодец. Стоп. А теперь мы хотим, чтобы все происходило быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ай-яй-яй! Молодцы! Выкрутились! Класс! Ты, как всегда, потрясен! Вернитесь в обычку. Давай, мешок, будем скидывать деньги. Давай. Оп! Сколько денег? Любую цифру назови. Один. Антон, ты говоришь предложениями, где одно слово. Ты, Дима, разговариваешь, как обычно. Я себе куплю какую-нибудь огромную яхту. Прикольно. А ты что себе купишь? Куртку. Класс! Всегда мечтал о куртке. Звони им! Дим, а тебе давай четыре слова. Алло, это вы взяли? Что? Трубку вы взяли, спрашиваю. В театр ходишь, любишь? Да. Ну, не так часто хожу, но люблю театр. Что из театра нравится вот больше всего? Может быть, жанр какой-то им зададим, а? Может, это ведь мюзикл? Пускай поют. Да! Да! Вряд ли мы с тобой ограбим банк. Надо было отучиться в институте, чтобы не пришлось нам грабить банк. Я ведь хотел быть юристом, а я ветеринаром. До свидания, деньжата! До свидания, деньжата! До свидания, деньжата! А, вернитесь в реальность. Восемь утра, сейчас уже сотрудники приходить начнут. Да всё, забираем сумку. Любой вид спорта, какой тебе нравится, не нравится, просто любой. Ну, пусть будет теннис. Теннис, продолжайте как теннисисты. Кидай деньги. А! 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 А мимо, блин! Молодцы! Обратно. Чё, разбросали опять? Ну, что за идиотка? Мы никогда отсюда не уедем, а ну, ей-богу! Всё, хватит уже, брось! Всё, давай! Всё, надо бежать! Надо! А теперь мы вам предлагаем закончить монологом, коротким монологом на двоих, как бывает в странных экспериментальных театрах. Это была зима, слякоть. Я проснулся не бритым. А я бритым. Удивительно. Всё, большинство! Вот это! Я бритым! Эти бедные делают всё ради того, чтобы быть богатыми. А они за деньги? Да, они за деньги, и только Антон за кофту. За куртку? Да, вот за куртку, которая на нём. Слушайте, Наташа, ты была впервые на нашей программе. В двух словах, что это было? Ой, это вообще феерия. Мне кажется, иногда нужно попробовать даже дома в это поиграть. Новый жанр, как мне кажется, открыли. И было супер весело, смешно. Я жду эфир. Наташа, спасибо тебе большое! Спасибо! Удачи и счастья тебе во всём, что происходит с тобой. У нас в гостях, как дома, Дела Глюкона! Продолжаем вечер сумасшедших импровизаций. Следующая импровизация называется «Вечеринка». Знаменитый тусовщик Арсений приглашает всех к себе на вечеринку. Кого Арсений не будет знать, потому что он наденет вот эти наушнички, а я ребятам расскажу их роли. В процессе Арсений должен отгадать всех, кто пришёл к нему на вечеринку. Поехали! Арсений, сюда! Ребята! Серёж, ты трансформер, собранный на автовазе. До свидания. Димка, ты концертный директор бременских музыкантов. Ты-то чё смеёшься? А чё у меня? Ты человек, который делает всё со спецэффектами. Погнали, ребята! Вечеринка! Ага, со стола все крошки рукой смахнул. Можно ждать гостей. Луч, 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 луч. Солнце. Здорово. Здрасте. Извините, мне звонят. Да, да. Да, 30 тысяч час. Есть проблема, в тюрьмах петух не выступает с ними, да. Все остальные будут, да. А кто поменял звонок? Здрасте. Здрасте. Ой, я прошу прощения, у вас тут из-под резиночки десятикопеечные выпали. Друзья, проходите на кухню пока. Здрасте. А вот и веселье. Ну чё, вечеринка? Ага, давай заходим. Ого, коньячелла! Вау! А, хорошо, чё не тусим? Чё такая спокойная тусовка? Соляра. Соляра? Грустно на душе, напиться хочу. В десептиконы не берут, в автоботы тоже. Давайте я вас возьму. Ну теперь залазь под меня и чини. Друзья, а как здорово, что все мы собрались в одном месте. Русский трансформер, который трансформируется в шестерку, в старенькую. Да я никогда не угадаю модель тачки. Читай. Почти, почти. Читай. Да ты что, ну ты посмотри, ты посмотри. Посмотри, где он собран, посмотри. В России. Ну, ну здесь же прямо завод написан, прочитай. Автоваз! Да, 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 да. Трансформер автоваза. Ну что, а у вас есть какая-нибудь веселуха? Три секунды, да. Да, значит у них райдер следующий. Овес, какой-нибудь там кошачий корм, да, пшено. Трубадуру кокаин, да, он человек. Тоже его узнал, да? Тоже его узнал. Он такой, вау, это, вау, вау. И я его узнал. И я тебе сейчас его представлю. Это менеджер бременских музыкантов. Да. Да. Концертный директор бременских музыкантов. Концертный директор бременских музыкантов. Но я, признаться, думал, что он насел. Е, 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 е. Тридцать тысяч за корпорат, давай. Оскорбляйте. Вот будет у вас юбилей, будет у тебя Успенская петь. Так, чё, в камень, ножницы, бумага? Давай. Давай. И. Комень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Правил не знаешь, что ли? Бо, проиграл. Но ты чувак, в Камчине есть тачка? В Камчине есть тачка? Конечно. Поехали с моста в реку прыгать. Классно будет. А давай просто из окна на улицу. Давай. Давай. О-о-о-о-о-о. Не-не-не, стой. Да, я же не дурачок. Слушай, ты просто погибнешь, будет обидно, меня никто не угадает. Давай посмотрим какой-нибудь фильм, что-нибудь из боевиков. Оп. Посмотри. Перевозчик. Ох, мой любимый, а. Мой любимый перевозчик. Слушай. А. А мне кажется, или ты дублёр Стетхэма? Тебе кажется. Кажется. Не, ну вот это, вот это, как ты со мной поздоровался, тут это вот здорово. Ты мастер по спецэффекту? Кто? Да. Человек, который делает всё со спецэффектами. Всё со спецэффектами. Всё со спецэффектами. Да, абсолютно правильно. О-о-о-о. Телезрители говорят, что это моя любимая импровизация. Нет, друзья. Я страдаю так же, как и вы, когда бью ребят током. Много жокеров в импровизации. Аплодисменты нашим ребятам. Ребят находятся в специальной комнате, где будут разыгрывать миниатюру на тему, заданную мной. Они будут произносить слова. В словах будут буквы. И какая-то будет одна буковка, о которой мы с вами будем знать, а они нет. И когда эта буква будет встречаться в их речи, я их буду бить током. Ваша задача продолжать и вычислять, что это за буквы. Наша задача получать удовольствие, друзья. Итак, внимание, задание. Вы два химика, как понимаете, в подпольной какой-то лаборатории. Пытайтесь произвести поддельный алкоголь. Всё, можем начинать. Нам только нужна буква. Покажите. Мы её знаем. А значит, аплодисменты звучат для вас. Поехали. Так, ну... Ты идиот? Я нечаянно. Давай быстрее готовить. Нам сдавать товар завтра. Давай. Давай. Сдавай раз. Сдавать товар завтра. Так. Т. Не. А. К. Да. Букву поменяйте. Есть. Опускай. Шланг. Тихо, тихо, тихо. Я профессионал. Льём? Льём. Не льём. Нет. Ну, в смысле, тебя тоже было за что. Давай. Хорошо. Пошло. Пошло. Держи. Всё нормально. Держи водку. Красавец. Весь спирт. Ты что-то там сам уже начал. Весь спирт пролил. Ладно. Да почему? Это буква М? Да. Санты А. Другую букву. Мы знаем. Осталась зелёная жижа. Делаем абсент. Давай. Давай. А вот и думайте, в каком моменте было. Пробуй. Пробую. Пробуй. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Давай сделаем через аппарат. О-о-о! А? Ого! Для начала выпьем. Держи. Ну, будем К чёрту аппарат Осталось мало времени Нужно Хоть что-нибудь Сделать Поставим Яблоки В микроволновку Не поставим Возьми Я понял Давай всё наливать В ванну Да Наливай Синюю Не наливай Синюю Белую Наливай белую Ну пусть это будет Б Это она Мы знаем букву А вы нет Давайте Итак Может Да почему Я же шёл Просто шёл А кто говорил А кто говорил Может Я поехал Всё готово Но мы Да Ай Всё понятно Это М Да Дайте нам какую-нибудь хорошенькую букву Хорошенькую Ты едешь? Нет И я нет Мы Должны Ого Всё Налить Сюда Ну что же Ну что же Ну что же Почему? Хватит перебегать туда-сюда Я не успеваю Сижу здесь Нервничаю Больше вас У меня сердце сейчас выпрыгнет Ну что же Фу Что Ты Творишь Я Ребят Вы очень медленно и долго тупите Я добавляю ток к каждому Посмотрим У кого первого лопнет глаз Давайте Новый ввод Что ты творишь Я Делаю Я домой Это буква Е Да 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 Я знал Всем огромное спасибо, друзья У нас Да Спасибо, спасибо Идите, идите сюда Идите сюда Идите сюда У нас один последний И самый главный вопрос Вам понравилось? Ребята, ребята По традиции Прощаемся Импровизационно Прощаемся Как Тупые качки До свидания До свидания До свидания До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова